Мы на месте. Мы приветствуем Викторию. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверить ли она нам свое биополе наперед. Сеанс. Доверит. Хорошо, посмотри, что у нее там в горле. Скэнер, просканируй горло. Если что-то чужеродное присутствует, оно начинает пульсировать красным цветом. Но есть у нее там слово идет желчь. Желчь. Хорошо, будем дальше работать. Я даю команду скэнеру на 4. Скэнер сканирует пространство над головой Виктории под ногами. 1, 2, 3. Скэнер сканирует систем тонких тел Виктории. Находит все. У нее воронка в ногах. Хорошо, даю команду. Воронка выходит, отключается полностью, отправляется в клетку-тюрьму. Готово. Я не лизард. Лизард. В клетке? Да. Хорошо. Лизард у нас и у нас воронка. Если у воронки есть ответственность, он притягивается в клетку-тюрьму. Выстраивай канал и притягивай ответственность. Нет, это блаждающая воронка, но она какая-то толстая такая. Она как окутывает ее, как валенки на ногах у нее. И крутится у нее очень быстро она крутится. А как она ее вступила? Неужели без ответственного? Ну, посмотри. Посмотри этот момент, когда она вступила. Эта воронка, она как пружина. И она притягивается на резкие действия. Резкие действия. Понятно. Хорошо. Ответственного нет, да? Нет. Резкие действия, ответы. Повышение голоса. Хорошо. Это уже ответ. Резкие тона, резкие ответы. Притягивай такие воронки, Виктория. Дальше поехали. Если ответственного нет, открываю под воронкой портал в галактическое ядро. И эта воронка уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готова. Хорошо, Лизард. Кто тебе здесь рад? Че ты пришел? Лизард поглощает реакции. Так, реакции. Желчь, агрессии. Ему нравится. Расскажи мне, когда это было. Покажи. Это подключение. Я хочу понять ситуацию. Когда ты вошел в ее биополе, что там было конкретно? Ты неделю назад зашел 14 дней. 14 дней. Что там произошло 14 дней назад? Ты увидел что? Повышение голоса. Ну хорошо, какое-то должно быть повышение голоса. На повышение голоса. Скандальное. Скандальное. То есть это был не одноразовый какой-то момент. Это было не два раза. Это какое-то длительное состояние, ты хочешь сказать. В котором пребывал человек, испуская эти энергии из себя. Негативные. Или это была одноразовая ситуация? Нет, у нее одни и те же реакции, которые она не может поменять. У нее голова не думает. У нее сразу работает язык. А вот как. Все понятно. И агрессия сердца идет через вишудху и остается желчью. Вот эти слова выбрасывает она. Как желчь. Я понимаю. Хорошо. Тут нечего тебе сказать, Лизард. Поэтому, так как ты зашел на свою чистоту, человек виноват в этой ситуации, потому что он допустил такие вещи. Скажи мне, что ты оставил в ее биополе? Ничего. У него есть диск, в котором он присутствует, как место его, через которое он усиливает ее агрессию. Я не понял сейчас. Есть диск, но ничего нет или как это понять? У тебя есть что-то там? Я второй раз повторяю свой вопрос. Да, есть его место в сердечной чакре. Хорошо. Выходи, вытаскивай этот диск. Отключается полностью, ничего не забывай. Готово. Хорошо. Включаем внутренний белый свет. Виктория 1, 2, 3. И этим светом она выдавливает из себя все негативные патогены низкой аббрационной энергии, находящиеся в ее биополе, как свои собственные, так и чужеродные энергии. От лизарда, его подключки. Выходит, это желчь из ее горла. Выходит, Вера? Да, выходит. Хорошо. Выдавливаемся полностью до 100%. Готово. Открывая портал в галактической ядре, шар уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Я рекомендую, Виктория, на счет 3 сделать импульс высокой аббрационной шоку удара и отсечь от себя канал к лизарду. 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал. Есть. Открывая портал в галактической ядре. И этот канал улетает на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Посмотри, сколько энергии нужно Виктории и какая частота вибрации. 320 и 28. На счет 3 макушку головы Виктории начинает поступать. 7 высоковибрационных потоков по 320% каждая. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ядцы витта начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до 28 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется. Распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Есть. Хорошо, Виктория, как вы себя чувствуете? Вибрации подняла выше, лучше себя чувствую, счастливо чувствую. Хорошо, Виктория, в ваших руках как себя чувствовать в течение дня. Поэтому, если вы избираете вариант негатива, реакцию на этот негатив, как вы видите, результаты, лизард, воронка, резкие действия, понижение вибрации. И эта спираль будет накручиваться больше и больше. Вы не должны забывать, что у вас ангельская душа. Вы должны под контролем контролировать свои энергии, контролировать, защищать свои энергии, а не отдавать их сущностям, причем осознанно. Ваши неосознанные действия – это приглашение на обед. Потом их очень трудно выводить. Мне больше нечего добавить в этой ситуации, потому что мы ничего не могли предъявить лизарду. Он зашел на свою чистоту, на вашу ошибку. Исправляйте эту ошибку. И сейчас будем возвращать вас назад, ваш биоробот, для того, чтобы все энергии… Подожди. Она говорит, что я стараюсь, но ей идет информация, что ей нужно заботиться о себе, поднимать вибрации до такой степени, на котором она может их удержать, чтобы они не падали. Те, у кого низкие вибрации и общаются с ней, будут раздражаться в первую очередь, больше подходить, беспокоить, пытаться проникнуть к ней. И это будет ее испытание. Если она будет отвечать им тем же криком, например, или другими какими-то резкими движениями, она будет падать до их состояния. Это то, что мы говорим упасть до состояния другого. Что это значит? Это значит, что ее вибрации будут падать, и это желчь горли будет возникать, потому что она сожалеть будет о своем поступке. Поэтому как можно выше поднимать вибрации? Что это значит? Это значит представлять диск в чакре, который крутится и увеличивает свою скорость с повышением вибрации до того момента, как ей будет комфортно, потому что она не может перейти к уровню каких-то вибраций. Как она к ним привыкнет, если она будет развивать это? Дальше. Как только она чувствует, что человек низшими вибрациями пытается достичь ее, и у нее идет реакция в виде крика или какого-то резкого действия, в голове должен сработать импульс и остановить это действие или крик. В этот момент можно просто подышать и успокоиться. Для человека, который вызывает эту реакцию, это будет необычно, он увидит совсем другое. И она таким путем не упадет до его уровня. Со временем ее окружение изменится, потому что не сможет достичь ее вибраций, и новые пути ей откроются с ее новыми вибрациями. Я благодарю за эту информацию. Наверное, как куратор Арис ее передал. Мы благодарим, посылаем нашу искреннюю энергию благодарности. Мы всю эту информацию передадим. Ей замечательные советы. Я благодарю вас, уважаемый куратор. Тем более так элегантно и красиво одержать победу над теми, кто пытается тебя опустить в твоих вибрациях, лучше не придумаешь. Поэтому и одновременно домашнее задание, то есть как она отреагирует в следующий раз, когда ее начнут провоцировать. Отлично. Я очень рад. Виктория, у вас есть хороший шанс ускорить свое дальнейшее развитие, прислушаясь к советам вашего куратора. Благодарю за эту информацию. А сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа, для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Виктории в систему Биоробот Душа. Готово. И отключайся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем.